Доброе утро всем! Афонька пошел открывать ворота где-то. Сейчас с папой поедет в садик. Вон он открывает ворота. Афося! Пока! Пуля наш приехал вчера от родителей. Привез нам уточек и соленых уток. Их нужно вымочить, промыть и вывесить, чтобы сохли яйца. Показываю уже остатки завтрака. Банан, кофе с молоком и сырники. Башка Галя нам передала, поэтому я съела сырник, немного малины с кахаром. Все, вкуснота. Сейчас задумать голову, приводить себя в порядок и заниматься домашними делами. Антоха на каникулах. Немного отдохнем. Ему нужно отмечать погоду, выучить алфавит и по математике там немного заниматься. Знаете, как вот эти вот... Рисовать по клеточкам. Когда ты, например, ставишь точку и говоришь две клеточки вправо, он должен там вот этот вот диктант учить делать, то есть ориентироваться в пространстве право-лево. Мы будем с ним это все делать. Каждый день минут по 15 примерно. Я даже специально им говорю, засекайте у себя на телефоне 15 минут. Это, если честно, эффективно. Им это все интересно именно засекать. И на самом деле 15 минут это не так мало. То есть они достаточно много успеют. Так, молодой человек уже наш проснулся, старшенький. Ему вчера подарили колонку. Такую вот, что это? Вот, видишь? Чтобы вот, например, включить, надо сначала включить и... А месяц бесплатный. Это что, Яндекс.Музыки, да? А потом сколько она стоит? А потом 169 рублей. Ну нормально. А пока включи вместе. Ну ты же месяц у тебя бесплатно же сейчас. Ну включи месяц бесплатный. А куда? Это не громко же? Ты далеко, но как за моим окном. Доброе утро. Говорю. Будь цветом к воздушной поцелуи станет самым горьким. Это не я. Ну что, все, я готова. Наконец-то с чистой головой и с чистой совестью и с хорошим настроением иду выполнять все мои домашние обязанности, без которых вообще никак нельзя. В общем, начинаю с того, что заправляю кровати и диваны. Вставлю обед. Здесь уже процеженный бульон. Вот здесь косточки варились. Начистила картошку, морковку, лук. Сейчас все помою. Буду супчик какой-нибудь. Еще не придумала какой. Вот это вот зря. Я так не люблю. Я решила, что сейчас будет сразу и обед, и ужин. Вот здесь у меня будут ребрышки. Нашла, что еще целый пакет гречки. Вот будет гречка с ребрышками в мультиварке. И суп рисовый. Убежал немножко. Все, и варю яйца домашние к супу. А здесь у меня ребрышки с овощами. Сейчас я это все в кастрюльку для мультиварки переложу и добавлю гречку и буду, в общем, как плов готовить. А здесь рисовый супчик уже готов. Здесь у меня все уже готово. Закрываю. Включаю на режим крупа. И 25 минут все будет готовиться. Здесь у меня два стакана гречки и три стакана воды. Так. Ну что, я уже дома. Отвезла сейчас Гришку. Он сначала заехал в сельскую библиотеку, потом уже пошел в школу. А я пока заехала, у нас закончился порошок. И мне до этого приходилось пару дней стирать тайт капсулы. Но если честно, они такие вонючие. Я не люблю запах порошка. Это прям просто дикий ужас. Поэтому купила опять персил и какой-то там отбеливатель. Потому что у меня проблема белого кимоно. Не знаю, как ее решить. Пробую все средства. Пока прям идеального нет. Ну вот, купила новый отбеливатель. Попробую его. Так. Вот такой вот персил у меня был. Закончился. Ага. Ну, получается, я купила точно такой же. Будет вставлять. Я даже не обратила внимание. В общем, стоит 6 килограмм 549. Вернее, в магнит косметики. Мне кажется, выгодная цена. Купила вот. Буду стирать. Потому что капсулы тайт. Вот эти вот. Это просто убей. Включи аллергию, мне кажется. Вот такой вот отбеливатель. Не знаю, насколько он хороший. Но, в общем, попробую на кимоно. Прям он супер-пупер должен быть. Как написано, по крайней мере. Нас уже почти 5. Сейчас я практически ужинаю. Не знаю. Ну, хотела сказать, что решила, что буду немного выделять себе днем времени на пряники. Иначе желаний куча. А ночью вообще иногда не так работает мой организм. Поэтому буду выделять себе время днем. И вот с 2 до 5 примерно на 3 часа буду заниматься своим творчеством. Для того, чтобы сфотографировать ко дню Валентина, вот такие вот просто пироженки. Сердечки. Сделала 2 штучки в коробочке. Буду сейчас кушать, наслаждаться. Это очень-очень вкусно. Очень вкусно. Соленая карамель. Все как надо. Вот. Вот пол пироженка съела все-таки. Что хотела сказать. Кто-то думал, что он там будет тянуться плохо. Вот даже я его не резала, а ложкой ела. То есть оно сохранило свою форму. Так что можно делать такие пряничные тортики. Очень-очень вкусные. Здесь крэм-чиз. Пряники для украшения. Коржи раскатываю по-моему там 3 миллиметра. Или 2 миллиметра. 3 миллиметра коржи. Соленая карамель внутри. Такого. Я думала они будут маленькие. Да? А они какие? Один. Вот такой. Огромненькие. Мне надо нужно. Как его убрать? Вот так или нет? Ну ложечкой же будешь. Давай кушай. Иди. Скоро на танце. Хочешь не еди? Или пойдешь? Пойду. Афоня, ну еще залез. Покажи, как ты папе массаж делаешь. Папа, еще раз. Это какой у тебя папа? Антицеллюлитный? Тайский. Тайский массаж? Китайский. Китайский. Это красный. Это красный. Это красный. Это красный. Поднимаешь заявку на антидепрессивный массаж. Ну как Афонь? Тебе понравилось делать массаж папе? Нет. Да. Чего? Я с кемами хочу. Куда? С кемами поехать. Куда? 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 Да я же быстро сейчас приеду. Потом лучше поедешь. Нет, мама. Ну пойди у папы спроси. Можно идти поехать? Я с ней подобрекаю. Сейчас погладим кемано. Мама, ты берешь? Куда? Куда? Баба сказал, если мама его берет. Да, берет, берет, берет. Да ну иди тогда еще поиграй, хорошо? Хорошо. Хорошо. Ну, ну, хорошо. Иди на карате. Какой Кирилл? Мироновый. Мироновый. А Мироновый, по-моему, нет. Только Гриша Довголь ходит. Нет, он не ходит. Гриша не ходит? А Афанасий Довголь пойдет? Может, ты останешься на карате попробуешь? Да. Останешься на карате попробуешь? Да. На тренировку. Только меня там не будет. Там только тренер будет. И детки. Останешься? А с кем я буду? С тренером. Гриша же остается. Нет, я у него оставаться не буду. А что? А она так скажет. Что, я что буду повторять? Ну, как все повторяют? Гриша, как он остается? Гриша, ты не знаешь? Знаю. Один. Не прямо один? Так, ну все, пошлите одеваться. Мам, я не останусь. Не останешься? Ну, хорошо. Вот и хорошо. Да? Все-таки Афаня с нами поедет. Да, сынок? Угу. Даже носки нет. А почему ты без носков, сына? Потому что, да, не холодно. А, да? Да. Все, мам, я поехала. Пока. На машинке, наверное, стоять. Да? Пока, родная. Мам, нет. Ты будешь... Ну, давай тогда иди садись, пристегивайся, хорошо? А зачем? Ну, потому что, чтобы тебе было холесо ехать. Вдруг мама резко затормозит, а ты бах, и сидишь хорошо. Ладно? Где не будешь-то возить? Да? В общем, я выехала за Гришей, и даже когда я его отвозила, ехала только с противотуманками. Представляете, забыли, что у нас ближнего света нет. Думали, что это предохранители, а это вообще... Как это называется? Лампочки перегорели сразу две, представляете? Поэтому, в общем, еду. Родня впереди была у нас в гостях. Родня. А я сзади. Говори, что я тебя не люблю, что любить смогут одни девчонки. Субтитры сделал DimaTorzok